В северо-казахстанской области запустили мини-цех по производству полезных биодобавок для сельскохозяйственных животных. Раствор с живыми бактериями и пробиотиками улучшает пищеварение, ускоряет рост кота, а также увеличивает надои. Подробности у Ирины Панфиловой. Два дня назад заправили, через пять дней будет готова бактерия уже. Мини-завод по выпуску растительного концентрата в хозяйстве запустили этой осенью. Специально привезли оборудование из Австрии. Второго такого производства в Казахстане нет. В неделю здесь готовят 18 тонн биодобавки с пробиотиками и живыми бактериями. На молодняке мы добавляем 50 грамм на одну голову с эффектом, из расчета. И сделали перевеску, средний суток перевес на 250 грамм выше. Корова должна чувствовать себя комфортно. Это главное правило хозяйства Анатолия Рафальского. Десять лет назад сюда впервые завезли крупную партию иностранных буренок. Сегодня на ферме 3000 голов скота молочного направления и больше 2000 мясного. Выращенный на откурмочной площадке скот сдают на мясо перерабатывающие предприятия. В год реализуют порядка 200 тонн говядины. Пока компания обеспечивает животноводческой продукцией только Казахстан, но в планах заняться экспортом и выйти на рынки России и Китая. Откурмочную площадку на 3000 голов открыли 4 года назад. В хозяйстве уверены, что со временем промышленный откорм даст хороший экономический эффект для развития фермы. Главное соблюдать условия содержания сельхозживотных. Сегодня на откорме здесь находятся почти 2000 голов. Казахская белоголовая, ангусы и галштины. Если нам будут готовы наши крестьяне, фермеры, частники или другие наши предприятия давать на откорм на взаимовыгодных условиях, однозначно мы готовы ее расширить и на 5-10 тысяч голов. В том числе мы сейчас думаем об промышленном откорме лошадей. И скорее всего тоже будем там же на откорме лошадки заниматься. Есть у фермера идеи по открытию убойного цеха, а также переработке молока. С начала года в хозяйстве надоили уже больше 8 тысяч литров. В основном всю продукцию увезли в Астану и соседний Омск. Всего на сегодняшний день в Североказахстанской области работают 17 современных молочных комплексов. В планах построить еще семь и открыть две откормочные площадки на 4000 голов. Ирина Панфилова, Тулигин Иманов и Вадим Питков. Северный Казахстан, Хабар, 24.